сегодня сделаю мини обзор по осциллографу в нирсе планшетный осциллограф хочу сразу сказать я долгое время ремонтировал без осциллографа не сказать что я прям профи в осциллографах но перед тем как заказать его на алиэкспресс я пересмотрел много обзоров обзоры были в основном какие-то негативные я не скажу что это прям супер-пупер профессиональный осциллограф но для ремонтника простого любителя может быть не профессионала он вполне годный прибор имеет гармоническую развязку и это большой плюс имеет 7-дюймовый экран с емкостным тачпадом экран цветной разрешение 800 на 480 материал корпуса abs пластик имеет два канала с частотой пропускания до 100 мегагерц как утверждает производитель и частотой дискретизации 1 гигасимпл в секунду по факту параметры 1 к 4 соответственно 25 мегагерц частота пропускания и 250 мегасимпл в секунду частота дискретизации по поводу автономности еще ничего сказать не могу я его еще не проверил на автономность прибор имеет встроенный генератор для калибровки щупов на 1 килогерц также имеет порт зарядки тайп си указано что напряжение 5 вольт максимальный ток заряда 2 ампера и кнопка включения диапазон входного напряжения 40 вольт при условии что делитель на щупе выставлен на x1 соответственно если делитель на щупе выставлен на x10 до 400 вольт также прибор имеет встроенную память объемом 1 гигабайт что позволяет хранить до тысячи скриншотов и тысячи наборов данных волновой формы осциллографа у меня раньше не было как я уже сказал поэтому я сейчас покажу самые основные моменты с которыми уже успел разобраться основными моментами скажем так сейчас щуп подключен к встроенному генератору удобство в том что есть кнопочка автосет автоматически определяет входной сигнал можно также менять амплитуду вручную для первого канала для второго канала он сейчас у меня отключен также прям на планшете можно шире уже делать смотреть более детально можно сохранить изображение только как изображение можно сохранить полностью волновую картину и потом уже детально рассматривать ее в меню можно поменять яркость дисплея яркость сетки самой его выставил по 30-20 процентов вполне достаточно есть калибровка я ее не делал не знаю необходимо ли делать или нет выставляет это вот это вот always trigger выставляет ровно посередине триггер если вы опцию эту включите триггер будет всегда делить вашу ваш сигнал пополам он будет всегда стоять в середине именно вот здесь по умолчанию был выключен с этим я еще буду разбираться также можно посмотреть ваши сохраненные скриншоты сохраненные волновые картины и подключиться через usb компьютеру чтобы передать сохраненные картинки так так же здесь можно отключить канал включить канал то есть для каждого канала и своя менюшка здесь вы первое это включение выключения канала вот это вот я еще не знаю что такое вот это dc ac то есть измерение напряжения которое там постоянное либо переменная также вы выбираете с каким делителем вы используете щуп от 1 до 100 это дополнительные курсоры вот здесь в этом меню вы можете выбрать отображение для каждого канала что вы хотите видеть амплитуду сигнала чистоту в основном я смотрю чистоту и амплитуду сигналов это для первого канала также можно выбрать для второго допустим поставить чистота вот они появляются здесь внизу так как у меня подключен сейчас первый канал показывает 1 килогерц вторым каналом я не пользуюсь поэтому я это все отключил также есть настройки триггера затем я еще тоже пока не разобрался буду разбираться в целом осциллограф за свои деньги очень даже неплохой он стоил когда его покупал около 130 долларов со скидками он мне вышел примерно в 120 долларов да есть некоторые недочеты у него но с этим все буду разбираться смотреть изучать подойдет такое осциллограф больше наверно для работы в автомастерских не надо посмотреть допустим сигналы камшин установщиков может быть сигнализации приборчик я взял для себя для домашнего использования не нужен мне прям сильно навороченный прибор в основном необходимо проверять сигналы шим контроллеров бывает на ноутбуках чаще всего бывает такая проблема что шим контроллер вылетает и нечем посмотреть сигнал в целом я считаю что осциллограф неплохой за свои деньги за свою сумму он неплохой конечно вот эти параметры завышены 100 мегагерц но до 25 мегагерц он вполне себе нормально справляется